Всем привет, ребята, и добро пожаловать на канал Богатейщий Ди. Я нашел кое-что очень интересное, что происходит с Бакт, первый блок-сделка по биткоин-фьючерсам заключенный между Galaxy Digital и XBTO, а также я провел небольшое расследование, как именно в этом замешан Майк Новоградс, тот самый основатель Galaxy Digital. Ну и, конечно же, какую роль во всем этом играет Тезер. Это очень запутанный клубок нитей, но тем не менее становится очевидно, что самый большой движ только приближается. И Майк что-то об этом знает, поэтому хочет выручить из этого как можно больше профита. Что я имею в виду? Давайте объясню. Возвращаясь к 4 октября этого года, мы находим статью, в которой международная континентальная биржа ICE опубликовала небольшое объявление, что на Бакт состоялась первая блок-сделка с биткоин-фьючерсами 1 октября между криптоинвестиционным фондом Galaxy Digital и внебиржевой торговой компанией XBTO. Что такое блок-сделка? Блок-сделка или блок-трейд – это продажа или покупка большого количества ценных бумаг, которые включают не менее 10 тысяч штук. Короче говоря, это сделка в частном порядке с определенными минимальными пороговыми размерами, которая передается на биржу с дальнейшим прояснением ВАЙС. Так какого размера была эта первая блочная сделка? На самом деле никаких деталей по поводу размера нет, но по нормам США и Канады блок-сделка обычно как минимум составляет 10 тысяч акций, ну или 100 тысяч долларов, хотя на практике обычно эти показатели еще больше. И что же мы знаем? Galaxy Digital, которую возглавляет Майк Новоградс, вложили как минимум 100 тысяч долларов в биткоинах, а возможно даже и миллион в сделку по фьючерсам. Это была настолько большая сделка, что ее решили заключить на внебиржевом рынке, что позволило избежать изменения в цене. Возвращаясь к объявлению Айса об этом трейде, что мы можем найти? Galaxy Digital Trading рассматривает фьючерсы как важнейший институциональный инструмент для управления рисками. И вот что пишут сами Galaxy Digital. С созреванием класса цифровых активов мы рассматриваем запуск BACT как основную часть инфраструктуры рынка. Так что Майкл и Digital Galaxy будут использовать этот трейд, чтобы управлять рисками. Ну и конечно же будут пользоваться BACT в ближайшем будущем. Происходит ли это потому, что они являются институциональными клиентами, у которых таких возможностей еще нет? Или все это потому, что Майк и Digital Galaxy являются частью союза с Тезер? И именно поэтому Майк точно знает, куда пойдет цена. В первый вариант мне не особо верится с их финансовыми-то возможностями. А вот для второго варианта существуют конкретные доказательства, которые я сейчас вам и предоставлю. Очень важная дата 15 октября 2018 года. В этот день мистер Новоградс выступал на конференции во Франкфурте, где ему задавали вопросы о Тезере в частности. Он ответил, «Я думаю, что Тезер мало что делает с точки зрения создания прозрачности и надежности. Именно поэтому этой стабильной монете сейчас может понадобиться некоторое время, чтобы восстановить доверие». Однако, ребята, спустя всего лишь один день после этого выступления, Майк пишет следующее у себя в Твиттере. Я хотел бы добавить немного контекста к этим цитатам, так как последнее, что я хочу, это распространять ложную информацию и фат. Я сказал, что думаю, что каждый Тезер подкреплен долларом и что мы активно им торгуем. Но важным фактом является то, что почти 700 миллионов долларов были выкуплены упорядоченным образом. И кто же, ребята, потерял 850 миллионов долларов 15 октября 2018 года? Bitfinex, Тезер и их картель. Посмотрите, что после было с ценой биткоина. В то же время эта статья была опубликована на CoinDesk. Покупатели недовольны, но Bitfinex на этом фоне говорит, что все хорошо. Bitfinex говорил, что выводить депозиты можно, но клиенты говорили, что нельзя. И даже Майк защищал Bitfinex и Тезер в Твиттере. И что бы ни говорил Майк в своем Твиттере, мы знаем, что в октябре 2018 года они потеряли 850 миллионов долларов в крипто капитал. А уже через пару недель одолжили 900 миллионов долларов в Тезере. Исходя из этого, я могу предположить, что Майк является инсайдером Тезера. Он знал о назревающей потере 850 миллионов долларов в крипто капитал еще до того, как она случилась. В то время, когда все остальные не знали. Он наговаривал на Тезер, мол, компания не заботится о прозрачности, да еще работает с офшорами. А затем, через пару дней, когда он понял, как они это исправят, то есть одолжит 900 миллионов долларов, Майк снова поддержал Тезер. При этом, заметьте, никто кроме Bitfinex и Майка не знал об этом. И это было также подтверждено расследованием прокуратуры Нью-Йорка. У Нью-Йоркской прокуратуры есть доказательства того, что нью-йоркские клиенты обслуживались Тезером и Bitfinex дольше, чем последние утверждали. И часть доказательств показывает, что Bitfinex и Galaxy Digital вели переговоры о том, что инвестфонд Майк Новоградца станет клиентом Bitfinex 15 октября 2018 года. Вот эта дата и в документе от самой прокуратуры. Все это происходило в то же самое время, когда Майк говорил нехорошие вещи о Тезере во Франкфурте в своем выступлении, а спустя день оправдывался и поддерживал компанию. И когда началось расследование всего этого безумия, связанного с Тезером и Bitfinex, Майк попытался дистанцироваться от ситуации, написав в Твиттере, что Galaxy Digital имеет нулевое взаимодействие с Bitfinex и Тезером. Но спустя два месяца Нью-Йоркская прокуратура и с него сорвала маску. Так что, друзья, основываясь на том, что я говорил, мистер Новоградц хочет сидеть сразу на двух стульях. На нерегулируемом стуле вместе с Тезером, а теперь еще и на регулируемом стуле институциональных продуктов, которым у него тоже есть доступ. Однако не спешите осуждать его за это. В этом нет никакого смысла. Я о том, смогли бы вы удержаться от соблазна, точно зная следующие ценовые движения. Хотя, конечно, инсайдерская торговля вроде как незаконна. В любом случае, это был шанс для очень хорошей масштабной игры, о которой мы говорили вначале. Блок сделки на багт. Ведь Майк мог видеть все карты на руках, которыми являлся Тезер. Я лишь хочу сказать, что вы должны обратить свое внимание на этого парня и на то, что он делает. Ведь он очень сильно смахивает на инсайдера Тезер. Зарабатывайте и богатеете. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин